Время, надо обед 2 часа, а вот 2 минут еще не дошло. Мы все сидим, ждем, смотрим. Ух ты, 3 минуты. А то надо слабиться. Давай вместе с тобой побуждай. Давай, так же, делай. Не говори, не тощески. Это файл, это как файл. Я звоню назад. Не надо, не надо. Пауза. Фу, ци, ци. Там написано манка, написала приманка. То есть еще там нет, а приманка. Мам, ты еще не молочишь? Так, на улицу идите, звоните. Звоните? Пока мы придете сейчас, все, как раз будет. Нет, я лучше подожду. Звоните там, может, трактор нам повернет. Звони, звони. Уже? Конечно. Да, на шее, грешно. Звоните, пожалуйста, звоните. Палерий. Видите, сейчас, вот вы двое взрослые встаете. Вы видите, как он головами, головой закрутился, головами головой. Как глазами заверсал-то. Я позволю, чтобы вы видели, следили за ним. А где-то как-то лист. Что это так позади? Глядите, не давайте мне никакого хода. Господи, Господи, иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Почти всех на Тебя, Господи, уповая, и ты дайши пищу во благовремени, и отверзайши ты щедро руку, ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава, Отцу и Сыне, и Святому Богу. Ныне и присвои во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Тебе, Господи, слава за все ответственность. Как у вас работа идет? Немедленно идет, продвигается. У нас бетон сохнет. Вчера мы заедем, сегодня пока нет. У нас что, какие заметки? Вот смотрите, вам это будет полезно. Я буду с кем разговаривать, тогда выходи. Коля. Выходи. Как у тебя фамилия? Сергей. Ты это не забыл еще? Нет. А то, поискажешь, потеряет. Коля, как будто бы его разводит. Подняли с постели, а не разбудили. Совершенно сонный. И куда ни пошли, он отвлеченный. Ну вот явился Илюша, который ходит везде самостоятельно. Он все бросил, бросился к Илюше. Я такой радости даже по отношению к родной матери всегда видел людей. Почему? С родством. Мы ему все вместе не стоим половина башмака Илюшина. Как он увидел, как бросился к Илюше. Я говорю, смотри, он даже не видит это дело. И качаться, и играет, и перед ним форму покажет. Дескать, я вот какой, а ты так. Тебе Илюша дорог, близок? Нет. А что ты, Илюша, нашел? Громче, говори. Что ты нашел? Играть хорошо. Ну что ты, Илюша? Ты, Илюша, он приходит, спрашивает, а чем вымажете. Он интересуется, у него нет интереса. Ты ни разу не спросил. В этом вопросе Илюша каждый раз подходит, и качаться-то еще нельзя, нельзя. Он опять что-то мы делаем, опять спросит, куда подойти. Глядит, у тебя уровень другой совсем, намного ниже. Илюша интересуется, да, за ним не смотрит, он отдельно ходит, где-то бросит велосипед. Один раз бросил здесь, я его взял, перетащил в кусты, они его неделю искали. Кто-то догадался меня спросить, не видели, а еще не видел, в кустах он лежит. Я его спас от беды. Понимаешь, какое дело, Коля? Я за тобой каждую минуту смотреть не могу. Там у нас тыква. Я полез в кусты, знаю, там дрова лежат. Нашел дрова, их надо вывозить. Я наказал. Ну, главное, конечно, это Егор первый. Егор, как только накладете, а я рядом, здесь меня позовете, я вас оттуда выведу. Никаких. Все, сделали и ринули вперед. Это как вот зверинец, выпустили, сломожник молодой. Тыква моя, не знает, куда прятаться. Я остановился, еще делайте. Мы для тыквы столько труда положили, там поливал. Никита там в банках носил, даже одну банку там нашищу, тебя не пропорол. С водой так и бросил, видно. Ну, понял, что ничего не будет. Там есть тыква такая, один листик еще такой вырос. Все-таки не зря. В следующий раз поехали. Егор меня спрашивает, как нагрузим? Говорить вам? Божалуйста, это явно изменение. Изменение. Я говорю, да, обязательно. И он нагрузил, и ко мне подошел. Так, мы нагрузили. Все нормально. То есть, труднее, приметно идет. В это время с шариком гулять. Иди, выходи сюда. Чтобы тебя шариком не назвали. Расскажи, что ты сделала? Я цепила от него цепь, и он убежал. Сцепь с него сняла, потеряла. Пришла один шарик с ошейником, и сама глюкки. Вот и все. Возьми ее за сколько хочешь. Я говорю, на что я буду привязывать? Видно, что расстроилась. А зачем? Ему цепь тяжело. Так он же не в воде не тонет. А не в воде его там облегчали. Там за цепь держали. Здесь. Она решила с ним пробежаться. Кто вперед? Чтобы без цепи он бежал. Без цепи был. Мысль правильная. Это надо было сделать. Мы здесь двое. Мы бы это сделали. И сделали мы это. Дядя Володя был здесь. Ты сделала так, что три шарика не цепи, а одна ты и пришла. Так я тебя привязывать бы должен еще. Вместо шарика. Вижу, что расстроилась. Ладно, я вызвал одного, второго. Идите, ищите, где. Видно, Коля что-то нашел. Я говорю, Коля нашел. А Володя говорит, это палочку нашел. Он играет. Все время играет. Почему у нее вся энергия на игру идет. Как только работать, у нее сразу почему-то паралич ног, паралич ног, паралич ног. Паралич моря. А то пришла шарик. Шарик не степел. Он доволен такой. Я говорю, щетку на пенсию отправили, наверное. Ну и что ты делаешь-то? Второй раз. Вот сказать, Думал ли я, что надо поступить? У меня шариков не хватает. Говорит, и голова квадратная. Что они вытворяют? Но эти двое ходили с кружками. Сейчас сядьте быстро, глотайте. Иначе так и будете. Там Лиза несет какие-то мешки. С чем, не знаем. Оказалось там, здоровыми, с чем. Сколько их было, они все четверо обнялись, стоят у ворот. Мы сказали, нельзя там делать-то. И только один увидал, бросился и побежал навстречу. Кто это был? Я. Кто? Я. Понятно. А эти, как стояли, они не видят, что. А у Лизы в мешках железо там. А разницы никакого нет. А она несет вам пряники, разницы нет. Мы еще не знаем, мы траву жевать не будем. Вы знаете тут, я присказку говорю, три матери у всех дети. У одного он хорошо поет, там рулады такие заворачивают, а другой еще и с головы переворачивают. Ну спортсмен Коля. А третий просто мучится, мучится. Иногда и тройки бывают. И они о колоколце поговорили, да и начали говорить, какие дети хорошие. И вот один там крутится, бежит навстречу, третий поет. А этот подошел у матери коромысла, взял и понес. А там старичок стоит. Ну и охота, говорит, ему похвалиться. Они говорят, вы видели, какие у нас сыновья он? Говорят, я только одного сына видел. А кого он увидел? Три же сына было. А кого он увидел? Одного. Того, кто взял и поезд. Я, говорит, определил его самого умного из трех дураков. Сказка такая. Сказка такая. Они яйцо нашли и спорили, что это яйцо. Из кустов выскочил зайц. А они кричат зайцов, а тот, нет, я раньше пришел. Мое яйцо. Три дурака. Сказка такая есть. Сидел я и высидел в дурину. Вы пытаетесь по-цыгански пугать, как в сказке. Змея, говорит, еще хотел победить, а силы нет. Змея, говорит, еще послал маленькое мясо домой. День, кусочки там попроси. Нет и нет. Целую неделю нет. Он пошел искать. Он смотрит быков за хвосты, связывает. А это зачем? А чего каждый день ходить? Я сейчас взвалю, весь табун принесу. Змею поколебался. С таким боролисью. За водой послал, опять нет. Приходит дня через... Я-то еще и дошел вокруг копает. Я колодец решил выкопать, весь поднять, принести, чтобы всегда колодец с нами был. Он так перепугал змея Горыныча, что тот бежал, по-сидей, не найду где-то. Вот вы иногда за чем-то вас пошлешь. У меня такое впечатление, вы змея Горыныча там пугаете. Нету никого. Вот такое у меня разумение. У нас сегодня день особый, можно сказать. Мы закончили качели. И закончили мы ее не просто, а заменой самого главного и вверху, и переменили кое-что внизу. Старые доски убрали согнутые, новые доски сверлил, Володя, березовые жерди, прибили. Я двойное сделал, он еще свяжет, чтобы качались, а там могли сидеть наверху, как галчатые, смотреть. Все сделано. Осталось только заменить веревки, они порвались. И сиденье. Но это дело одного дня. Это не Люба идет? Нет, но... У нас белая кошка заболела опять. Сейчас мы увидели, она там на покосе, одна лежит, вышла. Она, наверное, нашла, где ветер не дует. У нее опять открылись эти места, и надо что-то делать. Она ей то ли там разъедает комары, или что, поможешь? Значит, договориться, вас просто подойдете, двое держать, а дальше обрабатывать надо, и обрабатывать, как Галина Алексеевна там что-то выдавливала, и у нее загословно, и она такая веселая стала, а сейчас опять она не может. Ее надо просто там где-то... Ладно, мы нашли там за голубя, и она лежит. Это у нас до обеда какие были события. Вы всегда смотрите, как Бог благословляет труды. Видите как? Хотя посмотрела, Надежда Васильевна, она часто обращается за помощью к кому-то, где можно обойтись без помощи. Вот это твение. Зачем ты к нему обращаешься? Это жужжалка. Он уже уходит около дому. Пока не сломал. Что-то у него опять заело, там вот это, гляжу. Маленькая травка растет. Зачем вы ее трогаете? Никто никогда не жужжал. Я эти жужжалки не переношел. Движу, что глупость одна. Он там пошел, а там железо на железо. Я говорю, тут железо подошел. Мне со стороны жалко. А это не сказал. Это бензин. Это у человека отнять время. Мы сами все поправляемся. Смотри, какая гвардия. Зачем нам к кому-то обращаться? Мы можем только обращаться за тем, чтобы спросить. Вам помощь наша нужна только за этим. У него, но и себе, столько мужиков нету. У вас все работники? И какие? За стол. Господи, спешите. А, не, тихо. 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 Не толкай. Игорь. Я сколько раз сказал тихо? Ни разу. Я два раза громко сказал тихо, дима, и ты вообще отсутствующий. Значит, тогда каждый раз тебе нужно останавливать. Подножку давать. Так нельзя совершенно. Не слышит и не видит. Здесь классно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пар Fab隊. Тихо. Ни блurbя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо. Тихо. Эфин. Кто? Тихо.